Здравствуйте, это Футбол России, программа о нашем футболе. И сегодня мы будем говорить о тех тенденциях, которые наблюдаются в нашем отечественном виде спорта номер один в этой зимней межсезонье. В студии Футбол России Игорь Черевченко, человек, который принес Локомотиву последний трофей Кубок страны, который, к удивлению многих, после яркого дебюта скоропостижно покинул столичный клуб. Игорь, прежде всего вопрос о вашем настоящем и будущем. Вы, когда уходили Локомотивы, сказали, что собираетесь взять паузу в несколько месяцев, съездить на стажировку, возможно, в Мадридский Атлетико, и затем уже рассматривать, какие предложения. Есть ли предложения, съездили, ну и как пауза? Начнем с первого вопроса. Предложения как бы есть, но такие конкретики нет. Так разговоры, пока идут столько разговоров. А так конкретные предложения, что на этой неделе встретимся, обсудим, так такого нет. Второе, почему я пока не съедил в Атлетико Мадрид, я разговариваю с человеком, который мне как бы делал эту стажировку. Но он мне сразу дал понять, что главный тренер Атлетико разговаривать не будет, Семенов. Он ни с кем не разговаривает, приезжает к нему. Пожалуйста, там помощники, тренажный процесс, тренировки, посмотреть это все, это возможно. Но мне было самое интересное поговорить именно с главным тренером. Так как не получилось этого разговора, я поехал в Германию. Был в Германии недавно. Там разговаривали? Там был полный доступ ко всему. Начинать тренажерного жала, кончать ручным процессом. Также общение с тренером. Я просто не буду говорить, куда я ездил. Команда хорошая. Потому что саморекламой я не занимаюсь. Была хорошая команда, мне там все понравилось. Прием, разговоры, все, что мне нужно было, я узнал. Это было то же самое, как я ездил в Фиорентину, когда был тренер Брандели. Вот Брандели мне уделил полтора часа времени своего. Это ясно было, что для него это было проблематично, так как команда на сборах была. И все же он выбрал время, я с ним полтора часа поговорил. Вот так же осталось желание еще съездить в Англию, в Величию. Пока я с ним на телефоне, но пока я не хочу ехать, потому что там, пока он вылазит с одной трудной таблицы. Вот дай бог, что у него там все получается. Уже две игры выиграли в подряд. За последнее время, я не ошибусь, было три отставки, которые вызвали такое очень серьезное обсуждение в нашей прессе. И у людей, которые обсуждали эту тему, осталось очень глубокое чувство недоумения, почему так произошло. Это отставка, увольнение Юрия Красножана, это скоропалительный уход Александра Бурдюка из Карата после победы в Суперкубке. И ваше. Вот сейчас прошло сколько уже? Практически пять месяцев. Пять месяцев вам. Вы уже закончили возвращаться внутри себя к этой ситуации? Вы уверены, что вы все сделали правильно? Ну, во-первых, когда я что-то делаю, это я делаю осознанно. Поэтому я ни о чем не жалею, что так поступил. Там, я об этом уже говорил, я не хочу об этом как бы тему развивать дальше. То, что я сделал, и что это я сделал правильно для себя. Ну, как я понимаю из разговора с людьми, которые были тогда в «Локомотиве», главный мотив, главный импульс, который у вас возник, это ощущение ненужности. Не вашей личной ненужности, а ненужности всей команды, структурам, руководителям, которые занимались клубом в тот момент. Потому что вы были на сборах, никто не звонил, и вы не понимали, что происходит. И рассказывает историю, правда или нет, что венгерский нападающий, который должен был присоединиться к «Локомотиву», его сняли с самолета. Когда он уже собирался лететь к вам, сказали, что трансфер отменяется, потому что никто не понимает, что будет. Ну, это так и было, на самом деле, что был уже трансфер нападающего. Ну, так как были, как вы сказали, неопределенности в команде, как бы и я себя, как главный тренер, чувствовал, ну, даже это не объяснить, как команда на сборах, ни звонков, ни от кого нет звонков, не знаешь, что будет дальше, как готовиться к чемпионату. Ну, мы, как бы, и ребята, профессионалы, мы делали свое дело, готовились к чемпионату. Так что, ну, то, что не нужно, не чувствовал я, но непонятки были по этой ситуации. К теме «Локомотива» и к вашей истории мы еще вернемся. Я предлагаю поговорить о межсезонье, который сейчас проходит. Есть ли, на ваш взгляд, какие-то тенденции, которые подтверждают, что кризис в нашем футболе действительно наблюдается? Финансовый кризис, в первую очередь. Ну, конечно, там, даже взять то, что команды уже делают точные покупки, не так не агонно покупают, по пять, по семь человек. А вот именно покупают на те позиции, которые нужны команде для усиления. Раньше такого не было. Последние два, три, четыре года. Ну, такого, как сейчас, нет. И посмотрите на сумму футболистов трансфера. Уже нет ни 20 миллионов. Давайте как раз посмотрим. Мы подготовили таблицу трансферов игроки, которые были куплены нашими клубами и которые были проданы нашими клубами в этом межсезонье. И мы видим, что «Зенит», который с приходом Луческа, вероятно, сделает ставку на бразильский рынок, как это было в Донецком Шахтере, сделал одну из самых громких покупок в этом межсезонье. Зеленым выделены игроки, которые пришли, потратив 8 миллионов евро на «Эрнане», на полузащитника «Атлетика Парнаэнце». Что касается продаж, то «Зенит» тоже здесь стоит вместе с «Краснодаром» особняком. Ведь цель ушел за сумму около 20 миллионов евро в китайский чемпионат. «Ахметов» и «Куаси» были проданы «Краснодаром» за сумму более 10 миллионов евро. Клубы, которые озабочены соблюдением финансового фэрплей, стараются, как я понимаю, соответствовать всем этим нормам у ЕФА. Ну, все равно, зима, на мой взгляд, это тот период, когда многие клубы ведут себя более аккуратно. Летом взять игрока проще, летом клубы комплектуются уже как бы в длину, а сейчас просто возможность чуть-чуть подправить ситуацию, которая сложилась. Мы вот разговаривали с разными людьми, они говорят, что «Премьер-лига» кризиса не чувствует. Кризис чувствуют единичные клубы вроде «Анжи» и «Тами», где по каким-то причинам сложности с финансированием, остальные жили, как живут, живут, как жили, только, может быть, чуть-чуть пояса подтянули, нет нелепых трат. Ну, вот, я с вами согласен полностью. То, что я только что недавно сказал, это есть, что затянули пояса. Таких уже покупок нет. А как подумаете, вот эта ситуация, это больший шанс для кого? Для клубов, которые были в группе середняков и не могли мечтать о чем-то более серьезном? Или, наоборот, в этой модели клубы, которые имеют устойчивое, пусть и меньшее финансирование, чем раньше, они могут более комфортно играть по дистанции чемпионата, как «Зенит», «Спартак», «Краснодар». Ну, вот эти три команды, которые вы назвали, они, как бы, я думаю, не почувствовали так особо кризисно. Потому что единственное три команды, которые так на тратистом рынке себя ведут так активно. Вот это тот же «Локомотив». Пока о покупках не слышно. И мы об этом как только разговоры, так и о конкретике нет. Хотя все понимают, что он уже нападающий. Но хороший нападающий, чтобы купить, он стоит не 5 миллионов, как в моем понимании. А сколько? Для России цена нападающего, который поможет команде что-то выиграть. Вот стоимость его сегодня с какой цифры начинается? Ну, 2 миллионов от семей, от восьмей, которые должны принести пользу. При вас «Локомотив» была команда с достаточно стабильной кадровой ситуацией. Все, что произошло, включая вашу отставку, это произошло в период перехода власти от Ольги Смородской к Олье Геркусу в роли президента клуба. На ваш взгляд, уход Самедова, возможно, уход Миранчука, который, скорее всего, покинет «Локомотив». История отстранения от команды Шишкина, надежда на то, что появятся другие игроки. С чем это связано? С тем, что Самедов, Миранчук, они по каким-то причинам не захотели дальше в «Локомотиве» быть? Ну, по Самедову я понимаю так, просто о Саше разговаривать, конкретно о Саше, то надо быть в команде. У меня там уже не было. Я не могу так. Я только могу как домыслы свои. Скажите, интересно. Ну, я думаю, что эта продажа Саши, это как бы устраивало и как футболиста, и как игрока, как и тренера. Я думаю, мы устроили обе стороны. То, что Саша перешел в «Спартак», «Локомотив» получил за него деньги. А так я не могу. Так надо там быть, чтобы рассужать на эту тему. Ну, для вас, Самедов, вот если бы вы оставались тренером «Локомотива», это игрок, который еще сколько времени мог бы «Локомотиву» пользу приносить в качестве игрока стартового состава? Ну, так тяжело сказать. Вашей модели, в ваших взглядах? В свои 32 года у нас я очень легалебно чувствовал. И физически. Потому что я так понимаю, что только в России смотрят на возраст. История Мирничука. Потому что есть две точки зрения. Кто-то считает, что ему надо уходить в команду, которая способна ему новый импульс дать. В том числе за счет новых сильных партнеров. С Юрием Семен, например, есть люди, которые точку разделяют зрение. Они говорят, что наоборот, ему надо остаться хотя бы еще год. Чтобы почувствовать себя прочным игроком основы. И потом уже принимать решения о своем будущем. Ну, как по мне, это ситуация. Я думаю, что надо у Алексея спросить лучше. Что он сам хочет для себя. Но Семен, когда он у вас играл? Вы видели в нем уже готовность сейчас стать одним из лидеров. Игроком, который определяет игру в середине поля. Ну, надеялись это увидеть. Но я вам скажу так, что Алексей, в начале моей тренерской карьеры, как я стал главным тренером Локомотива. Если посмотреть им все такие матчи тяжелые, он начинал скамейки. Потому что мы постепенно его туда подпускали. Потенциал у Алексея очень хороший. Не зря его считают одним из лучших молодых футболистов в последнее время в России. Потенциал есть. Но когда он раскроется... А вообще в дубле Локомотива, молодежном, точнее, составе Локомотива, как много игроков, которые уже на подходе. Потому что наверняка вы, как главный тренер этой команды, в летнем межсезонье увидели, как работает дубль. Кто там есть из игроков, которые чуть-чуть готовы заиграть. И, как я понимаю, тренер первого состава, он всегда на сборы несколько игроков из дубля берет. Просто посмотреть, как они тренируются, как они адаптируются. Есть ли у них уже готовность подтягиваться к составу. Контакт у нас в тренером дубле был постоянно. Действуем клювом. Мы вызывали на тренировки даже в Баковке, да, в России. Даже без сборов еще. А в недельном цикле у нас 2-3 человека всегда были. Молодежь. Ну, это... Я один из тренеров ездил просматривать игры дубля. Потому что информация была полностью... В полном объеме про молодых футболистов. Вот. И сейчас, как я смотрел вчерашнюю игру, локомотиву, уже 4 человека играет с основой. Это и защитники, и крайне хабы, и опорные, центральные. Так что я также хочу понять это руководство, вектор направленности клуба. Я понимаю, так они хотят за счет своей молодежи. У нас как раз сейчас сюжет, который расскажет о том, какая талантливая молодежь, обкатавшись в клубах, относящихся к середнякам, потом может быть востребована в больших командах. Давайте посмотрим материал небольшой о том, кто лидирует на рынке продаж в этом межсезоне это Амкар и Крылья Советов. Этой зимой в условиях финансового кризиса наши клубы показывают, что могут себя прокормить сами с помощью продаж тех, кто вырос у них в игроков, за кем охотятся лучшие клубы страны. Амкар и Крылья Советов, продав своих лидеров Спартак и Зенит, соответственно, могут гордиться тем, что провели один из лучших трансферных периодов в зимнее межсезонье. Трансфер вратаря Александра Селихова из Перми в Москву стал рекордной сделкой за всю историю Амкара. Немногим дешевле обошелся Спартаку защитник Георгий Джекея. Совокупно за них Пермь получила чуть меньше полумиллиарда рублей. Колоссальная для регионального клуба сумма. Что характерно, Селихов и Джекея воспитанники столичных команд Спартака и Локомотива. Их забрали задешево, довели до ума и продали с колоссальной выгодой. В Самаре ситуация несколько иная. Там тоже отдали двух игроков в клуб «Гранд». Но сколько на самом деле за Йоанна Моло и Ибрагима Цалагова получили крылья – загадка. Сумма в прессе называлась откровенно смешная. Но очевидно, что просто так расстаться со своими лидерами, на кого есть устойчивый спрос в Премьер-лиге, клуб в здравом уме захотел бы вряд ли. В любом случае, история любопытная. «Зенит» впервые за долгие годы пытается укрепиться игроками из клуба «Середняка», не снимая задачи бороться за чемпионство. Если Селехов, наверное, эта фигура все-таки уже понятна для большинства, то Георгий Джекея, про которого так много сказано в этом межсезонье, для многих загадка. Он был в «Локомотиве», он ушел из «Локомотива», сейчас возвращается в Москву в «Спартак». Что это за игрок? Какой у него потенциал? Почему так многие уверены, что это футболист уровня национальной сборной? Ну, я думаю, если он попал в «Спартак», он доказал свою игру в «Амкаре», что он достоин этой команды, топ-клуба в России. Для вас взлет Массимо Каррера объясним, понятен, может быть, с учетом вашей итальянской командировки и беседы с Прандели. Что такое принес Каррера вместе с собой в российский чемпионат «Спартак»? Почему сегодня его фигура так обсуждаема и так любима? Ну, я не буду оригинальным или скажу, что атмосфера «Спартаки» немножко другая стала. Как сказать, что у футболистов загорелись глаза? Я не скажу, что не было при Диме, Малинчи. Но сейчас «Спартак» видно, что играет и за тренера играет тоже. И этим даже может быть подтверждение тому, что они в конце две игры вытащили. Против такого «Спартака» с Каррерой лично вам было бы тяжелее играть? Почему? Свою игру строить против него? Многие ведь говорят, что у Карреры есть самодача, есть тактика у его команды, но запаса прочности для чемпионства все-таки не достает. Давайте в мае посмотрим. Хватит, не хватит? Я думаю, что хватит. Поэтому они сделали такие точные удары, точные покупки. Как бы они с прицелом на Евросезон в следующем году. А у «Спартака» сейчас состав, на ваш взгляд, он какой по силе в чемпионате? Я бы выделил три команды. Вот прям первая, вторая, третья по порядку расставьте. Ну, как в таблице есть пока. Ну, еще Краснодар. Что с Краснодаром? У Краснодара есть бюджет, есть сумасшедший стадион, есть отличный подбор исполнителей, есть лучший бомбардир чемпионата страны, но Краснодар максимум пока на что претендовал и сейчас претендует эта бронзовая медаль, как кажется многим. Почему команда не может еще один шаг вперед сделать? Двуха победили, может, не хватает. Там большие в своем игроки, которые не добивались больших побед. А вот сегодня игрокам это важно, не только российским, но и иностранцам, потому что мы видим, что в Уфу приезжает Симак, который всегда правильно вел себя в коллективе, объединял коллектив и в Уфе, вероятно, будет себя точно так же вести. Гончаренко в ЦСКА хоть и более жестким тренером является, чем Слуцкий, например, когда команда в ресторан пошла, такой маленький секрет раскрою, в выходной день он запретил за бокалом даже бокал вина, за обедом даже бокал вина или бокал пива выпить, сказал только чай и минеральная вода. Хотя для взрослого человека наверное один бокал в выходной это ничего страшного. Вот что такое сегодня нужно дать современным футболистам, чтобы они поверили в молодого тренера, может быть тренера, который еще недавно играл? Доверие. Доверие нужно. И футболист тебе этим же оплатит. Просто надо доверять. Ну вот вы, когда были, например, в локомотиве, когда слышали истории от других ваших приятелей, игравших у опытных тренеров. Раньше в советское время первороссийское не доверяли так игрокам. Что изменилось? Ну, раньше было немножко пожестче. Вообще в быту. Там было такое, что и за нами следили. А Ольга Смородская, человек, который многими воспринимается как один из самых жестких президентов в истории всей российской премьер-лиги, она разрешала вам доверять столько. Были у вас споры какие-то, обсуждения? Потому что, ну, мне кажется, локомотив при ней, он, несмотря на то, что многое было упорядочено, да, многое стало более серьезным, но локомотив всем выглядел клубом, который постоянно шарахается с одного вектора на другой. И, я думаю, президенту в такой ситуации не так просто слышать что-то о доверии, может быть, о каких-то больших полномочиях тренеру. Ольга Смородская знала мое отношение к футболистам, поэтому на эту тему разговоров не было. Единственное, ну, и были, конечно, жесткие разговоры, но это по результату, были такие разговоры, меня и вызывали в клуб, но это нормально, это рабочая обстановка. Ну, то, что случилось в Турции с Майкой, Димой Тарасовым, вот там был очень жесткий разговор. Почему? Ну, такая обстановка была взаимоотношения на Турции-России, чтобы, ну, я так думал, чтобы не провоцировать. Вот там жесткий, очень жесткий был разговор. Вы участвовали? Ну, конечно. Главный тренер, игрок. А, вы имеете в виду ваш разговор, или в тройной разговор с президентом? В тройной разговор был. Тарасов понял все? Да. Ну, на этим, как бы, я не хотел говорить, но рассказал уже. Вот интересная история. У нас в этом сезоне, ну, в прошлом году тренерами, главными в премьер-лиге становились люди, которые долгое время работали помощниками, да, вторыми тренерами, или просто были в штабе. Раньше такого не наблюдалось, да, сейчас это набирает обороты. Опять же, о чем это говоришь? Что президенты готовы больше доверять людям, которые в клубной системе находятся, или у них просто нет денег на опытного тренера, и вместе с этим, ну, достаточно большие приобретения, которые тот потребует? Ну, я думаю, если срочно понадобятся, и деньги найдут на хорошего тренера. Ну, так как помощники, ну, любой тренер хочет быть помощником, он хочет стать главным тренером. Ну, и президенты клубов, они видят истремление тренера, помощника быть главным. Плюс он знает изнутрищую кухню, потому что, все-таки, я думаю, помощник знает больше, чем главный тренер. Эта зима в «Спартаке» получается одной из самых увлекательных за последние годы. Клуб-лидер не только по месту в таблице, но и по качеству селекции. «Спартак» завершил трансферную кампанию до начала первого сбора, взяв по игроку в каждую линию. Причем акцент в покупках был сделан на российских игроков. Больше того, главный тренер Массимо Каррера начинает превращаться в ту фигуру, которую бос-клуб Леонид Фидун давно хотел видеть у руля команды. Помимо первой команды, итальянцы все заметнее начинают интересовать вся футбольная пирамида «Спартака». Каррера требует, чтобы все юношеские команды находились в созвучии с той игровой философией, которую он прививает основному составу – побеждать. «Спартак» в этом сезоне превращается в клуб, который все заметнее пытается влиять на футбольную парадигму в России. Во главе первой сборной встал Станислав Черчесов. Молодежную сборную принимает еще один «Спартаковец» Евгений Бушманов. И голос первого вице-президента РФС Никита Симоняна становится все более слышим в ситуации, когда глава федерации Виталий Мутко живет на разрыв из-за обилия задач и дел в роли вице-премьера. Так уверенно, «Спартаковские голоса» не звучали очень давно. И если весной клуб выиграет первые за 16 лет золотые медали, влияние карреры на «Спартак» и на весь российский футбол станет еще более мощным. Насколько, на ваш взгляд, это решение своевременное, насколько, может быть, верите Евгению в условиях достаточно жесткого отбора на чемпионат мира по футболу, не говоря уже о чемпионате Европы, и на Олимпийские игры, куда только 4 европейские из команды попадает? Бушмана, я его давно знаю, как игроками были, и как тренеры встречались с ним, вышли там. Я думаю, что у нас все получится. Молодежный. Он сколько лет с молодежью работает. «Спартак-2». Он знает досконально. Но он готов давать результаты. Вы, когда приходили, вы видали результат, который до вас удавался только Анатолию Бышевцу. В «Локомотиве» за последнее время выиграли Кубок России. Это большая победа и большое достижение. К вам отнеслись с самого начала как к человеку, который обязан дать результат. Над вами висело вот это ощущение, если я ничего не выиграю, медали, кубок, то меня, говоря по-простому, просто зачехлят в ближайшее время, разменяют на серьезного тренера. У Бушмана уже на никакой дамокловой вещь висит, его вряд ли берут просто для того, чтобы он игроков развивал. Я думаю, что доверие у Жени есть большое. Поэтому он согласился. Самое главное – доверять. доверие – это большая вещь в футболе. Насколько я знаю, кандидатура Бушманова обсуждалась вместе с двумя другими. Александром Гришиным и Александром Бородяком выбор пал все-таки на него. Есть у вас объяснение, почему именно сегодня Бушманов оказался для РФС оптимальным вариантом? Такое объяснение я не могу сказать. Но вы не удивились? Когда узнали? Когда прочитал, я не удивился. У нас есть любопытная статистика, кто из тренеров Российской футбольной премьер-лиги, отечественных тренеров, работавших в ней, сколько времени находится без активной практики. Давайте посмотрим на эту таблицу. И, может быть, какое-нибудь умозаключение из нее сделаем. Вот мы видим, что Юрий Красножан последний матч провел, правда, это было со сборной Казахстана, в декабре 2015 года. Юрий Анатольевич уже больше года не работает. Бородюк тоже приближается к этому рубежу. У Валерия Карпина сколько получается? Около 8 месяцев пауза в карьере. У Игоря Черевченко 5, у Олега Конова сентября 2016 года пауза около 4 месяцев, чуть меньше. Сколько вам кажется нормальной пауза, когда тренер в сложной эмоциональной обстановке уходит, ему нужно какой-то отрезок, чтобы прийти в себя, перезагрузиться, через сколько времени он должен вернуться к работе, чтобы что-то не потерять? Ну, я могу вот по себе сказать, что у меня уже достаточно времени, я уже отдохнул, перезагрузился. А что у вас, как вы думаете, от Семина-тренера? Вот в чем вы ему, может быть, осознанно, неосознанно подражаете? Я, вообще-то, не подражаю никому. Я предлагаю посмотреть сейчас материал, который рассказывает о том, каким был локомотив при Игоре Черевченко и какие изменения, может быть, произошли сейчас после ухода этого тренера и президента Ольги Смородской из клуба. В длинном списке тренеров локомотива, появившемся в эпоху президента клуба Ольги Смородской, фамилия Игоря Черевченко идет последней. Он принял команду в тот момент, когда все убедились, что чехарда иностранных тренеров не дает результат, и его назначение виделось временной мерой. Пока локомотив не найдет очередного известного специалиста, готового прийти в столичный клуб в период сокращения бюджета. Но Черевченко задержался у руля команды почти на год. Выиграв Кубок России, что произошло всего второй раз в постфилатовский период, без первого президента локомотива клуб потерял слишком много и никак не может вернуться к прежним лидирующим ролям. Однако тренером на долгие годы для Лока Черевченко так и не стал. В условиях смены власти, почувствовав, что никому из руководства клуба команда, находившаяся на сборах в тот момент неинтересна, молодой тренер подал в отставку, не объясняя причин. Все попытки выяснить истину и попробовать отговорить Черевченко от ухода оказались безуспешны. Президентом клуба в итоге стал Илья Геркус, тренером Юрий Семин, с кем команда пока безуспешно пытается найти свою игру. Но кто, в отличие от своего бывшего игрока и предшественника, уверенно держит удар? Клубы Премьер-лиги проводят сейчас контрольные матчи, кто-то больше, кто-то меньше. Спартак только вышел из отпуска и приступил к работе на сборах. Зенит уже успел сыграть шесть контрольных матчей. Смотрели ли вы какие-то игры, кроме локомотивских? Запомнилось, что-то отметили для себя? Я только локомотивских смотрел, даже вчера только успел второй тайм посмотреть. Ну и что скажете при железнодорожниках? Они играют пока еще без нескольких основных игроков. Можно уже понять, насколько команда готова, на сколько бежит? По игре физически неплохо готова, так как в Болгарии чемпионат раньше начинается, у них больше было времени у ЦСКА Софии подготовиться к этой игре. По локомотиву могу сказать, вы правильно заметили, что нету двух центральных защитников, во-первых, основных. Это уже Черлука и Печина, что-то большую роль играют они в защите команды. Плюс нападающего как не было, так и нету. На наш взгляд, бюджет локомотива и состав локомотива на каком месте в премьер-лиге по сравнению с соперниками? Я думаю, шестое-седьмое. То есть, вот эта вот идея фикс, во что бы то ни стало, локомотив должен быть в медалях, которые многие болельщики высказывают у журналистов с возвращением Семина, это эмоциональность, в первую очередь, не подкрепленная конкретикой. Ну, как бы Юрий Павлович и болельщики верят, потому что то, что все, что локомотив выиграл чемпионство, это все было при Семине. И болельщики это помнят, и они ждут результата. Ну, я думаю, что это, если будет еще раз акцент делать на молодых своих воспитанников, то, я думаю, надо ждать. Спасибо большое, Игорь Черевченко. В гостях у нас был экс-главный тренер Московского локомотива, человек, который выиграл для красно-зеленого столичного клуба последний трофей в истории этой команды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова